Привет, привет всем любителям математики. Я, как и вся страна, скорбим вместе с Казанью. Но выход нахожу в работе. И погружаюсь в работу полностью. Задача, легендарная задача номер 25. Уходим в математику. Итак, дам треугольник АБЦ. В нем проведена из вершины В высота и из вершины А биссектриса. Так вот эта биссектриса делит высоту на отрезки пропорциональны числам 13 и 12. 13 и 12 считая от вершины В. Понятно? Вот взяли эту точку пересечения О, БОК, ОН 13 и 12. Сторона В, С, 20. Надо найти радиус описанной окружности. И можно ее не чертить. И даже радиус можно не находить. Центр этой окружности радиус не чертить. Вот, друзья мои, эту задачу никто не знает, как решать. Вот, когда ты ее первый раз видишь, прочитал, откуда ты знаешь, как ее решать? Ты не знаешь. Но работает наш метод. Это потрясающая геометрическая головонка. Наш метод следующий. Начинаем с вопроса. Вопрос какой? Радиус описанной окружности. В голове сразу ассоциация. По теореме синусов два радиуса описанной окружности равны сторону разделить на синус противолежащего угла. А у нас есть уже одна сторона. В, С, 20. Делим ее на синус противолежащего угла, на синус угла А. И значит, если нам удастся найти синус угла А, то мы 20 разделим на синус, на это число, а потом разделим еще на 2 и получим радиус описанной окружности. Вот такой наш план. Попробуем его реализовать. Первое, что пришло на ум, вот в эту сторону и поработаем. Так, это что у нас такое? Это что-то я подписывал, да, наброски делал. Так, ну, синус прозвучал. Синус надо найти, надо определение синуса произнести. Синус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению противолежащего катета к гипотенузе. Синус угла А равен. Есть у нас прямоугольный треугольник, где находятся угол А? Есть. Вот он А, Б, Х. Вот противолежащий катет Б, Х. Разделить на гипотенузу А, Б. Если нам удастся найти Б, Х и А, Б, то мы получим синус. Или есть еще такой вариант. А что если мы узнаем, сколько частей в отрезке Б, Х и сколько таких же частичек в отрезке А, Б, мы тоже сможем найти отношение этих сторон. Это тоже вариант. Не обязательно находить их значение численное этих отрезков. Ну, давайте работать. И еще, еще наш такой метод. В нормальных задачах по геометрии все условия работают. Условия высоты мы уже отработали. Прямой угол получили. Дальше. Б, О и О, Х. Ну, у нас еще, может быть, сработают. Отрезок Б, С уже работает. Биссектриса еще не работала. Ну и что, что биссектриса делит угол на 2 равные части? Это нам не пригодится в данном случае. Но есть еще тайное свойство биссектрисы. В 8 классе его изучали. Биссектриса делит противоположную сторону треугольника на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам. Наша биссектриса в двух треугольниках делит противолежащую сторону. Первая вот в этом треугольничке и в большом. Но нам интересен все-таки маленький первый прямоугольный треугольник. Потому что в нем нам известно вот это отношение. Итак, внимание, биссектриса треугольника делит вот этого треугольника. Видите его? Делит противоположную сторону BH на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам. Это означает, что вот этот отрезок относится к этому, как вот этот. Видите, он прилежит к второму прилежащему отрезку. АБ на АН. Но отношение БО к ОН нам известно 13 к 12. Итак, внимание. В отрезке АБ 13 каких-то частей. А в отрезке АН 12 каких-то частей. Эту частичку вот я взял за Х. Поняли? Тогда посмотрите. Здесь у нас есть 13 частей. Мы можем узнать, сколько здесь частей. И вот сейчас, внимание, кто-то скажет, так здесь же их 25. Да, в отрезке АБ действительно 25 частей. Здесь 13, здесь 12. Но каких? Каких-то своих маленьких частичек. Весь отрезок BH разделен на 25 частей. Здесь 13 частиц. Здесь 12. Как вы думаете, если отрезок БО разделить на 13 одинаковых частей, и отрезок АБ тоже разделен на 13 одинаковых частей, будут эти частички равны? Да нет, конечно, потому что отрезок больше, а это меньше. Итак, внимание, здесь 13 частей в гипотенузе. В другом катете 12 частей. Тогда в этом по теореме Пифагора 169 минус 144 и корень, извлекаемый из этой разности, корень из 25, 5 частей. Отрезок BH содержит в себе каких-то 5 частей. Ну, таких же, которые в отрезке АБ. Итак, внимание, находим синус, противолежащий на гипотенузу. Х и Х сократились эти части, 5 тринадцатых. Итак, синус, вот этот, равен 5 тринадцатых. И находим уже два радиуса равны 20. Ну, и заменю на знак деления на 5 тринадцатых. Дробную черту заменю на знак деления. Переворачиваем. Два радиуса равны. Кто-то скажет, уж давно бы на 2 поделил, и тут 10 было. Ну, да. 20 умножить на 13, поделить на 5. И, так как у меня есть тряпка великолепная, я делю на 2. Вот, разделили на 2. Дважды 5, 10. 20 разделить на 10, 2. Дважды 13, 26. Ответ 26. Чем хороша эта задача? Тем, что она демонстрирует наш метод. Действуй, работай в той ситуации, когда ты не знаешь окончательную, даже ты не знаешь весь путь, который приведет тебя к успеху. Но что-то же ты можешь делать. Вот ты сначала запиши, чему равен радиус описанной окружности. Потом начни определение синуса. Потом начинай сбор информации. Потом посмотри, все ли данные сработали в задаче. Вот мы на биссектрису так вышли, вспомнили свойства биссектрисы. Собрали всю эту информацию, а дальше наш мозг сам сделает вывод. Понимаете? И это путь к решению любой сложнейшей ситуации. Собрался строить дом, вообще не знаешь как. Но площадку-то ты можешь расчистить. Возьми лопату и расчисти ровную площадку для начала. Ну хотя бы это сделаешь, уже приблизишься к строительству дома. Всем большой математический привет, пока!